доброе утро дорогие мои я благодарю вас за те комментарии за ту поддержку которую мне оказываете и очень рад когда то что я говорю приносит какую-то пользу и вы и вы за это меня благодарить вы благодарите господа за это нашего иисуса христа присвятую нашу троицу богородицу и всех святых которые как раз нам помогают я постараюсь только вас научить как пользоваться всем этим как вам самим суметь то что вокруг есть вас святого и использовать на свое благо и считаю что это главная такая моя задача ни в коем случае не хотелось бы чтобы вы приняли это как моя заслуга или там мой дух каким-то образом или молит моя молитва это сделал нет все что мы можем это у господа попросить а он уже может все что нам полезно дать потому что не всегда то что мы просим для нас полезно и кстати это как рассказ касается одного из вопросов на которые я сейчас хочу ответить я выбрал три самых интересных вопроса и первый о том а можно ли сглазить саму себя я вот всегда женщина пишет придумываю что-то что мне нужно сделать я высказываю то что мне хочется это сделать в конечном итоге все получается наоборот и люди называют это сглазил сам себе вот такая да еди естественно есть у людей такое понятие что можно самого себя сглазить вот но на самом деле это немножечко не так я уже выпускал ролики рассказывал о том что да и в этих вот про сглаз и порчу вроде в роликах я рассказываю что сатана бесы они не умеют читать наши мысли им проникновение в душу и отношения с нею не даны поэтому они читают наши взгляды они могут по взглядам понять на что вы остановились и удивились глаза выпучили как говорится на что вы обрадовались за улыбались где у вас появилась жадность на лице там или еще что-то умеют это прочитать и точно так же слышат наши слова которые мы говорим и по словам тоже понятно как человеку повредить повредить потому что их задача повредить повредить так уж получилось что вот с падение адама и евы без для того чтобы человек не дошел до царствия небесного всячески ему старается повредить в том числе и вере все время показывает что вот такие есть вот такие есть случаи в той же религии вот такие бывают священники вот такие и про это все сказать и у человека разрушить все дело которое он как бы благое себе нацелил и поэтому человек вот так один раз у него рухнула все второй раз у него рухнула хотя там начал может быть с благословления помолился в церкви такое все как как бы сделали как нужно может участвовали батюшки в этом начале большого дела но у меня у самого такие были дела и вдруг они рухнули эти дела кого винить ну мы должны винить конечно беса как говорится в общем то разрушил он но но иной раз наши планы не совпадают с планами господа на нас или с планами отношения бога в этом деле потому что за этим благими вот такими намерениями могут в конечном итоге оказаться вещи разрушительные и люди иногда этого не понимают то есть столько благих дел погибло от того что вот человек такой дельный хороший взялся какой-то фонд открыл каким-то детям начал помогать потом к нему приходит тоже очень благородные люди говорят ой у нас есть артист который тебя поддержит у нас есть значит деньги чтобы тебя вот поднять давай мы наймем помещение какое-то здание мы туда сядем мы рекламу выпустим мы эту артистку подключим она будет все это рекламировать и человек соглашается и радуется что вот сейчас у него будут такие благие а потом деньги какие-то пошли на этот фонд а ему говорят да надо все вернуть надо отдать то что потратили да как то вот вернем тогда начнем значит все жизнь по новой и все у тебя будет еще больше средств и благое дело раз и погибло так можно не просто фон там например какой-то реабилитационный центр открыть и вроде во благо а потом мучиться от того что деньги его идут на что-то другое вот или ничего там не получается но приходится отвечать за то что деньги иногда миллионами взяты поэтому благими намерениями вымощена дорога в ад потому что они намерение намерение если они так и останутся как намерение то вы каждый раз вот намериваясь что-то сделать но не сделав отвечаете 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 потому что благими делами не вымощена про дела вера без дел мертва есть поэтому дела в общем то благие они не ведут в плохое место как говорится ведут в хороший но дела нужно начинать правил в том числе и не озвучивая фантазии то есть понимая что дело нужно сделать большое вам может а может и не бог дать такое знание что вот как можно дело сделать может другое существо и вы вот в этих фантазиях начинаете а в результате и дело губите и у себя пользу какую-то отнимаете потому что у бога на самом деле цена души души человека дороже чем весь мир так святые отцы говорят что одна душа одного человека дороже всего мира есть такая у нас поговорка поэтому то что у вас не получилось какое-то дело или не получается какое-то дело это не значит что надо кого-то винить в этом это не значит что надо расстраиваются от этого это не значит что надо бросаться в другую сторону и по другому это дело делать то есть пойти каббалистам чего-то там нагадать каким-то колдунам и колдунем которые что-то вам нагадают и как-то дело это сдвинуть ничего не надо надо поступить точно так как написано в заповеди христовых то есть смиренно спокойно принять то что есть смиренно спокойно отойти от этого дела если она вот так не благословлено как говорится промысла нет говорят старцы промысла нет но у если у вас от этого дела в душе останется хоть одна ступенька подъема вверх то есть вот уверенности что бог помогает что он может значит все что нужно сделать и дает что для этого нужно то вы вот это дело начинали не зря и напрасно поэтому сглазить себя это неправильные название того что вы помыслы свои высказали фантазии свои высказали и эти фантазии разрушили и помыслы и может быть даже и ближние которые говорят которые говорят что не надо ему этого дела или ей этого дела надо что-то ну и вот вот так далее поэтому я не принимаю такого название само сглаз это маленечко само недопонимание поскольку все-таки у нас везде сказано что молись тайна делай дело так чтобы правая рука не знала что делает левая ведь это вот вообще гениальная такой рекомендация отношение к доброму делу которую вы делаете то есть левая рука делает а правый не знает что она там делает потому что не пытается из этого сделать какого-то и имиджа из этого сделать какого-то значит это хотя все может быть и имиджи и все остальное если это действительно для благому делу приносит пользу вот я думаю что я ответил на этот вопрос маленький вопросик что у вас за беленькая штучка это не берег ли какой у вас это микрофон друзья беленький он у него такая вот мохнашка беленькая я бы хотел черненькую но мне в обоих камерах которые я покупал доставала с беленькой так что уж потерпите мохнашка ну вот на веточке она выглядит мне кажется неплохо так на этот вопрос тоже ответил еще вопрос меня там упрекают что я сказал авраамическая религия и христианская это разные вещи кто-то там где-то на каких-то встречах какие-то архиереи кто-то сказал что христианская это продолжение авраамической вот нет христианская это совершенно новая религия она пришла для авраамической среды то есть бог слова пытался поправить то в какую зашли тупик те кто авраамическую религию вел где они даже заповеди которые господь дал им так и не выполнили зайдя в этот невероятный тупик где фарисейство книжничество достигло таких небывалых каких-то вот высот но я я не могу сказать что что ну то есть можно было убить камнями женщину за то что ты подозреваешь ее в блуде вот но сегодня успение пресвятой богородицы как трудно богородицы вот это все давалось то есть родители ее в три года отдали в храм вроде как хорошо но в храме в монастырь так можно сказать она всему обучилась монастыре и все остальное но монастыре нельзя после 14 лет жить и одной нельзя жить ее нельзя выпустить из монастыря иди живи девушка одна нет ей надо чтобы кто-то за нее ее замуж взял вот нашли старого иосифа который среди нескольких стариков избирался чтобы ему богородицу отдать разложили их посохи такие вот на и посох поднимали каждого из этих стариков и вот и осев когда подняли посох и верхняя часть превратилась в голубицу и села ему на голову и старцы иудейские сказали вот ему отдадим он говорит нет нет не надо я я я старый мне люди грубо говоря засмеют нет все равно взяли ну согласился уговорили уговорили вот оставил он марии дома ушел приходит она беременная чё делать ее выпустить на улицу ее камнями убьют ее значит оставить при себе тебя засмеют тебя не было а у тебя значит и и кстати дальше смеялись действительно смеялись что он все-таки оставил он вроде решил что я тайно разведусь то есть задним числом разведусь с ней и вроде будет тогда не моя проблема что это вот так опять узнали старцы вызвали почему беременны и вот они смотри рассказывали рассказываем как к нему гавриил пришел как к ней пришел как все это вот святым духом и так далее не поверили так так и решили что ладно оставит вроде тут такая чудная ситуация непонятно кто чего вот но оставили опять проблема то есть вот вот видите проблема за проблемой которую можно было решать не так сложно не так сложно но у нас вот это аврамической религии сказать что там дошло до того что если ты наступал на тень фарисея фарисей мог тебя ударить по щеке за удар ему по щеке ты должен был заплатить либо сумму такая вообще не подъемно но я так скажу 55 миллионов если сейчас но я не могу точно эту сумму перевести или уйти в рабство к нему почему христос и говорит подставь правую щеку не надо не связывайся с ним если он тебя по левой ударим ты ударив ему сразу становишься должен 5 миллионов или значит в рабство к нему попадаешь чихнул на него попало например все пожизненно в рабство попадаешь вот это в такой тупик пришла аврамической религии то что мы сейчас ее видим это же после вот двух тысяч лет как был уничтожен иерусалим как они в рассеянии стих ходили они что же изменили поведение теперь и они хотя и осталось там у многих что все остальные люди звери но они же не так теперь ведут как как раньше вели раньше пошел саул и убил 10 тысяч врагов и принес их значит всякие органы в доказательство того что он не людей а звери там в во благо бога таким образом но убивал все меняется поэтому и они стали пристраиваться к христианской религии и сейчас будут все больше и больше потому что недовольство вот той частью вот той частью которые из библии она растет во всем мире вы не читаете регулярно наверно тех ресурсов где рассказано в том же это вот у меня я подписан например фейсбуке на израильский канал и там все время слушайте у нас в россии рай что у них там творится однопочвей вот такой национальной религиозной это экономической и так далее я вообще не знаю что они там делают и думаю что пора им либо в биробиджан все-таки разрешить переезд вот но они мечтали в крым конечно может быть и в крым еще много переселиться вот поэтому христианство не аврамической религии это христианство христианство пристраивается сейчас и аврамической религии к ней но пристраиваться неправильно просто надо прийти и перекреститься и покреститься и все еще вот тогда у вас будет наследие это нормальная о теориях без тебя мой хороший да ты муха прибежал мяукает и все что нужно сейчас будет вот не но он правда любит меня это такая не игра его а то что ему такая возможность вот в такой момент со мной посидеть и это по-видимому его радует дух дух такой для него тоже хороший наверно у меня какой-то дух вот во время бесед поднимается ему это радостно и так последний вопрос очень тяжелый женщина спрашивает можно ли мне продать почку потому что для финансовых для решения финансовых проблем потому что дети у меня учатся в городе общежитий нет платить нечем помочь я им не могу вот ко мне пришла такая идея продать почку я скажу что у нас была одна история интересная что матушка когда заболела однажды ну даже не заболела просто там навредили врачи она попала в клинику в большую и значит у нее были проблемы большие и вот в один из моментов когда я приехал спускается ко мне сестра в больницу я уж не буду больницу называть надеюсь там все поправили что там все по-другому значит спускается ко мне сестра выносит какой-то большой снимок такой рентгеновский и говорит вы знаете у вашей жены отказала почка вот почка еле-еле в общем-то жива но если она значит эта почка сейчас умрет она начнет гнить в нужд внутри организма и жена ваша может совсем погибнуть потому что не справится организм с такой проблемой ну то есть вот только что там кишечник делали и там было сепсис большой и так далее я конечно был в шоке вот в таком же деянии и я говорю дайте мне врача который вот такое заключение сделал пусть он спустится и со мной поговорит мне нужно было подписать бумагу чтобы я согласен на удаление ее почки она в это время лежала в реанимации я стал ждать врача но эта сестра ушла опять спустилась спустился говорит он спуститься не может у него значит очень срочное там дело он может с вами поговорить по телефону и набирает номер какой-то там в больнице и я разговариваю и там врач такое вот то же самое все рассказал почка значит вот все завтра умрет начнет гнить мы не успеем в этот это вы согласитесь поспешите какое вам значит дело с одной почкой жить можно так вот такая была история вот я не стал подписывать говорю слушать я перепроверю эту историю к где перепроверите я верну поеду и в москве перепроверю у меня есть друзья и я у нее вот так раз и вырвал этот снимок кстати до сих пор у нас хранится вот я у нее вырвал этот снимок и уехал с ней в москву в москве друзья нашли прямо самого-самого такого профессора который по почкам и все остальное я значит сам не пошел что-то там но пошла дочь и вот так то и помогала с этим профессором но он видать не захотел тут посторонних может быть иметь в общем они выходят и говорят это снимок не почки это какие-то другие органы но это там нет на этом снимке никакой почки вот я удивился как так вот и все такое в общем он профессор по обещал что он посмотрит когда она выпишется мы все сделаем и так далее мы действительно с ним ездили к нему делали рентгены смотрели все остальное из-за большого процента антибиотиков почки конечно напряглись там была проблема но он говорит все нормально кушайте клубнику кушайте значит побольше витаминов все восстановится но . ваша жива я был в таком шоке что пытается у человека почку отнять и начал изучать этот вопрос а что же можно ли жить с одной почкой можно можно друзья но хорошо получается жить когда естественным путем вот что-то с почкой случилось то есть организм вот в этом переходном состоянии что одна почка отказывает а на другую нужно перевести всю нагрузку он эту нагрузку переводит в голове ну вот в организме перестраивать всю систему и все остальное и тогда все жить можно с одной почти не заметить хотя на самом деле нет проблемы будут и проблемы будут может быть не маленькие но когда ты вот таким образом то есть почку продаешь из-за финансовых и каких-то таких проблем я уверен что они только еще больше усугубятся еще больше усугубятся и я считаю что это не жертва ради детей когда ты вот таким образом им помогаешь выучиться во первых нет никакой необходимости им прямо вот так вот выучиваться за счет маминой почки там или все и и все остальное ничего страшного если они возьмут академический отпуск или вообще просто уйдут с этой учебы пойдут работать кем хочешь вот вы скажете кем рада кем хочешь охранник уборщица вот кем хочешь мы тоже можно сказать нищая семья мы тоже всю жизнь живем очень сложно у нас дочь тоже училась москве причем в медицинском институте где было действительно тяжело но мы ни разу не дали ни одной взятки и дочь значит выучилась сама и вот а период был такой когда ты получаешь оценки если есть стимул стимул но научила учебниками целыми наизусть учила и стала прекрасный специалист но при этом у нас со второго курса пошла работать она работала у бубновского она работала у турчиного фитнес центрах она работала в ресторане официанткой вот она работала гимнастику преподавала на самом ашеле то есть она она работала в фирмах разных значит вот этих фармацевтических продавая всякую продукцию так далее в общем она работала и мы ей ничем не помогали то есть практически вот с того момента как в восьмом году здесь со мной некачественно обошлись мы вообще остались без доходов матушка вышла на пенсию появились какие-то деньги ее пенсии мы жили на ее пенсии на одну много лет то есть она с 55 пошла на пенсию вот я 60 она старше 7 лет мы жили только на ее пенсии и дочка прекрасную выросла понимали как работать и что такое мамы и как ее беречь и все окружающие понимали что не было такой вот жертвы и если сделать такую жертву сейчас вот этой женщине то я не думаю что это оправдает те кто подталкивает к этому и те кто хотят купить почки они люди хитрые они могут и деньги предложить они зацепиться за ситуацию могут увидев что вот там какие-то вот проблемы все остальное я в конечном итоге вот с этой историей про почку столкнулся с александром анчим гуровым в госдуме зам председателя комитета безопасности был я и и председателем комитета был какое-то время мы с ним дружим помаленечку вот и вот тогда мы с ним разговорились и он начал расспрашивать какие проблемы и какие у нас были эти и я ему рассказал про эту почку он так уж слушайте отец михаил немедленно дайте мне снимок и дайте мне фамилии кто там это был мы горят раскрыли уже 14 вот таких медицинских банд где они вот изымали почки мы сейчас поедем ваши в иваново мы там сейчас такой шорох наведем и так далее я говорю ну александр во первых прошло несколько лет во вторых они сделали все грамотно я так и не знаю не не эту сестры какая мне принесла не этого значит врача который по телефону со мной разговаривал снимок который у меня в руках это вообще ничего не доказывает может я его где-то украл то а почку то не вы не не вынули если бы была вынута почкой зафиксирован вот этот процесс можно было как-то еще придраться то есть и снимок тут на руки а так в общем то ничего в общем я спас таким образом матч поэтому поддаваться на то что у вас хотят купить орган или еще что-то не надо не надо господь всегда может помочь по моему в к в любой ситуации если уж такая она совсем безвыходные без таких жертв потому что потеряв свое здоровье а процентов 60 то что действительно она ухудшится вы просто усугубите ситуацию своих детей им потом придется работать в том числе и на содержание инвалида в семье поэтому нет ищите другой выход ищите разговора и пусть если дети поймут что так плохо маме что уже надо почку продавать я думаю если они хорошие дети они поступят так как надо так как надо это это решить можно вот такая беседа вот такие ответы на вопросы я сейчас ее прерву и поговорим на другую тему именно на тему успение при сватой богородицы и еще тема экстрасенсы и колдуны посмотрели все ролики вопросы задают сейчас я ее отдельной темой вам расскажу все смотрите следующий ролик здравия вам радости аминь